На протяжении очень многих лет не решен вопрос паспортизации Восточной Абхазии. Ваше мнение по этому поводу? Ну, вопрос сложный. Он был до 2014 года решен. К этому региону подходили так же, как и остальным регионам Абхазии, не как жители Галовского района по нашему законодательству, по нашей Конституции. Они не отличались ничем, кроме своей национальной идентичности, они ничем не отличались от граждан каких-то других регионов. Они также принимали участие во всех политических, во всех государственных мероприятиях. Они принимали участие во всех выборных процессах. Они создавали, в этих регионах создавалось местное самоуправление из числа жителей этого региона. Эти жители этого региона голосовали на всех выборных процессах, избирали депутатов парламента, избирали президентов. Самое главное, они участвовали в референдуме о независимости нашей республики. И большинством голосов, подавляющее, 98% избирателей проголосовало за независимость нашей республики. И дело в том, что в 2013 году решением парламента того созыва были даны рекомендации исполнительной власти о аннулировании паспортов жителей Галского района, Творчалского, Чемчирского на основании того, что они были выданы, как это было сказано в этой рекомендации, на основании незаконно созданной комиссии. Там не было сказано, что жители Галского района лишаются гражданства. Там было сказано четко, что парламент дает рекомендации исполнительной власти об аннулировании паспортов, выданных на основании незаконно созданных комиссий. И, наверное же, если даже эти паспорта не есть, и они, конечно же, были впоследствии аннулированы исполнительной властью, но по, допустим, обращению того же гражданина, у которого он был аннулирован, если бы он, допустим, обратился бы в паспортный стол о том, чтобы ему нужно было поменять этот паспорт на паспортного образца, тем более, что к этому времени уже были введены паспорта нового образца. Ну, по моему мнению, если по закону, да, им наверняка должны были выдать паспорт уже не на основании, так, как говорится, какой-то комиссии, просто выдан должен был быть на основании, я не знаю, законодательства нашего, как всем гражданам Республики Абхазия. Ну, не было, не были эти люди, ни один человек не был лишен гражданства. Тем более, что по нашей конституции, по нашему законодательству, они не могут быть лишены гражданства, там целый регион не может быть лишен гражданства. Лишит гражданство, по нашей конституции может лишить, во-первых, лишать президент, и то в индивидуальном порядке, и по решению суда. А так вот, чтобы вот так целый регион лишить гражданства, такого у нас нигде это не записано, и, априори, это не может быть. Другое дело, что это случилось. По факту, так получилось, что они лишились, ну, гражданства, так как им, ну, после того, как они начали обращаться за получением нового паспорта, им не стали выдавать эти паспорта, им начали предлагать документ, вот этот образца видножительства, так называемый. Ну, что этот документ им дает? Какими правами они обладают с этим документом, и в чем он их ограничивает, так скажем? Он ограничивает в гражданских правах, они не могут быть полноценными гражданами республики Абхазия, они не могут избираться, они не могут избирать, они не могут служить в армии, они не могут быть, там, вступать в наследство, и много-много таких прав. А, их дети не могут становиться гражданами по рождению, самое важное, что, самое главное, что их дети, родившиеся в Абхазии, они не могут быть гражданами Абхазии. Ну, такого, наверное, нигде в мире нет, у ребенка, родившийся в той или иной стране, постоянно проживающих, постоянно проживающих родителях, что он рождается не гражданином, понимаете? А что дает этот документ, видно, жительство? Ну, они по этому документу могут приобрести себе права, могут переходить к границу. Ну, какие-то гуманитарные вещи он дает, но гражданских прав абсолютно никаких нет. Мы все знаем, что в советское время шло огрузинивание абхазских фамилий, меняли национальность и так далее. Теперь эти люди, они хотят вернуть историческую справедливость, и таковых немало среди тех 27 тысяч, о которых мы говорим. Они хотят вернуть свою фамилию, исконное написание фамилии, и получить гражданство Абхазии. Но по закону они имеют право. Это малая часть населения Галского района. А как быть с остальными? С грузинским населением, так скажем. Знаете, что произошло вообще в Галском районе за эти последние годы? Мы, по моему мнению, меня об этом никто не перебудит, открыли ящик Пандоры. Что мы сделали? Когда мы перестали им выдавать паспорта граждан Республики Абхазия, и начали выдавать вот этот паспорт, так называемый, вид на жительство. Изначально ведь там не писалось гражданство, там они получали этот вид на жительство, и лицо без гражданства там было указано. Но со временем, со временем, это, видимо, ну, я не знаю, то ли по законодательству, то ли по положению выдачи этого паспорта, нужно было указывать, ну, лицо должен был предоставлять то или иное гражданство. И после чего какой-то период вот эти были вид на жительство, этот был выдан людям, вот, где не было это указано. А потом уже начали людям предлагать, и даже не то, что предлагать, это было уже условие для того, чтобы получить вот этот документ, вид на жительство, ему нужно было предоставить паспорт гражданина Республики той или иной страны. И в данном случае это жители Галовского района начали предоставлять паспорт гражданина Грузии. Они вот в тот период, это можно элементарно проверить, это можно поднять эти документы и увидеть, что все практически паспорта Республики Грузия, полученные жителями Галовского района, они датируются после 2014 года все. Это можно проверить у нас в паспортной визовой службе, это можно проверить в МИДе у нас, в МИДе мы же, наши жители, они там приходили оформлять визы своим родственникам, родственникам, что значит, ну, своим детям и так далее, они не родственники, ближайшие члены семьи, они не могли приехать уже к себе домой, не оформить визу. И по большому счету люди вынуждены были идти и получать вот этот паспорт гражданин Республики Грузия. Конечно же, конечно же, какое-то количество жителей Галовского района, они и до этого имели какие-то достоверения там, у них это называют перодоба, по которым они там какие-то пособия получали и так далее. Но этот документ не подтверждал грузинского гражданства. И более того, мы на своей территории, мы не признавали не то, что паспорт гражданина Грузии, мы не признавали никакую справку с грузинской печатью, мы не признавали дипломы грузинские. А тут мы фактически легализовали граждан Грузии себя в стране. Официально мы признали их паспорта, на основании чего мы начали выдавать им вид на жительство, но мы признали их паспорта, на основании чего мы начали выдавать им визы. Мы выдаем визы, мы говорим, враждебная страна, враждебная страна. А выдаем визы, у нас что, есть какая-то договоренность у нас, есть какие-то дипломатические отношения, визы выдаем гражданам Грузии. Ну, понимаете, ну, ихахтаху амахту, так говорят. Поэтому это все очень плохо. Что происходит? Мы все политизируем. Я не говорю, что прошлая власть все идеально продумала. Я был участником этого процесса, я руководителем был этого района. Я не говорю, что, наверное, какие-то, может быть, недоработки, какие-то мы, может быть, на законодательном уровне не совсем все рассчитали, как бы рассчитали, все как бы правильно сделали. Но политизировать этот вопрос нельзя. Этот регион, он такой хрупкий, он находится на границе. Там немножко у нас ситуация не совсем, как говорится, хорошая. Поэтому нам надо шевелаться, ну, как-то к этому вопросу подходить, немного исключив политику из этого региона, по-государственному подходить. Если та власть что-то не доработала, новая власть должна это доработать, а не просто брать там все сломать и заново построить. Но построить, к сожалению, не построили. Но коды показали, что ничего не выстроено. Опять что получается? Опять вот люди, вы говорите, хотят восстановить свою национальность. И это хорошо, что они хотят. Честно говоря, когда вот этот вот процесс произошел весь, да, мне было очень досадно, обидно, что так произошло. Но, как говорится, нет худа без добра. Люди начали обращаться к тому, что нужно восстанавливать свою историческую национальность. Какую опасность, я, например, в этом не вижу. И более того, помимо того, что восстановление вот этой национальности, да, исторической своей, конечно же, о том, о чем говорят оппоненты вот сегодняшней власти, что детям нужно давать свидетельство о рождении, это обязательно нужно делать. Вот это, ну, вы понимаете, ну, не все же жители Игалского района обладают абхазскими фамилиями. Есть люди, которые не обладают абхазскими фамилиями, ну, и они на протяжении всех этих лет так же живут, так же... В любом случае их нужно интегрировать в наши общества. Конечно, в любом случае нужно интегрировать. И если там уже кто-то, там, родители, допустим, получили гражданство в Грузии и так далее, на законодательном уровне это все сложно, ну, я считаю, что дети, которые родились в Абхазии, им нужно давать свидетельство о рождении, и чтобы они обладали гражданством. А дальше это их не выбор. Они захотят быть полноценными, как говорится, гражданами Абхазии, здесь остаться, здесь учиться, здесь приносить пользу этой стране, либо уехать отсюда, там, приобрести, там, я не знаю, грузинское, американское или какое-либо гражданство, ну, это уже будет их не выбор. Мы запретить не можем, но и лишить их гражданства по рождению мы тоже не имеем права, я считаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!